Казахстан не успеет подготовиться к новому учебному году в условиях карантина. Эксперты ЮНЕСКО уверены, у чиновников до сих пор нет четкого плана, как учить детей дистанционно. Некоторые педагоги с трудом преподают удаленно, а потому школьники не смогут освоить материал. К тому же у многих учащихся нет компьютеров, а также доступа к интернету. В итоге в стране вырастет безграмотное поколение, которое не сможет конкурировать на рынке труда, так заявляют специалисты. Ирина Крештопа о последствиях уроков на дому. Новый учебный год и старые проблемы с дистанционным обучением. У Альмиры Кузеубаевой четверо детей, из них двое школьников. У сына и дочери из техники только старые телефоны. Но и с ними в однокомнатной квартире спокойно не позаниматься. Воспоминания об онлайн-уроках наводят ужас. У меня дочка начала месяц, даже не то, что начала, до конца года, можно сказать, она плакала. Потому что она вот пишет одну урок, она не успевала. Пока она это не дописала, уже другой урок, там уже в WhatsApp писали, группы уже. Она пока и этот урок заходила, пока писала, уже третий урок вот так начинался. Потому что здесь же шумно, маленькая комната, нигде урока не делать. У меня лучше было, дети в школу учились, если честно сказать. Потому что там, как мне было, учителя объясняют. Дети как-то лучше образование получат. К тому же дистанционное обучение – дело затратное. Женщина говорит, в месяц на интернет придется тратить не меньше 7 тысяч тенге. Для многодетной семьи сумма существенная. Муж потерял работу из-за пандемии. А пособия в 42 500, конечно, не хватает. Это каждый месяц я по 2,5 единицы закидываю. Мегабайта не хватает. Приходится, может, там бывает на 20 не хватает, может, 15 не хватает. Это мегабайт, который я 2,5 заряжаю, ну, 2400, бывает, еще закидываю. Потому что урока у них очень много, там задают и так далее. Бывает, телефона памяти не хватает. Ну, у нас, видите, возможно, нет интернета домой провести. Это дорого. Правительство обещает специальный тариф для школьников за 990 тенге – безлимитный доступ к отечественным образовательным ресурсам. Правда, чиновники еще не озвучили условия подключения. Впрочем, эксперты уверены, это не единственная проблема. У Министерства образования до сих пор нет понимания, как учить детей. Мы говорим о том, что не хватает педагогических кадров. Это один вопрос, что не хватает кадров. Вопрос другого характера. Эти кадры, которые сегодня есть, они умеют работать вообще в дистанционном формате? Они понимают, что есть какие-то системы. А есть ли у них вообще, в конце концов, компьютеры? Необходимы средства технического обслуживания. Главный учитель страны признался – компьютеров не хватает и учителям, и школьникам. Нет доступа к интернету у полумиллиона ребят. Но Асхат Аймагамбетов уверяет, к началу учебного года педагогов научат, детей подготовят, а технику выдадут из школьных резервов. К тому же, некоторым все-таки позволят учиться очно. В отдаленных сельских школах с благополучной эпидобстановкой учеба будет в традиционном формате. Второе. Для начальных классов по просьбе родителей будут открыты дежурные классы с соблюдением строгих санитарных норм. В этом случае в кабинете будет один учитель и не более 15 учеников. Учиться дистанционно будут больше двух с половиной миллионов ребят. Другое дело – как. Специалисты Всемирного банка, например, считают, что онлайн-обучение приведет к безграмотности целого поколения. И в основном пострадают дети из малообеспеченных семей. У нас будет давление на семейный бюджет, и учащиеся из этих слоев населения не смогут получить высшее образование. Не смогут продолжать в дальнейшем свое обучение. Потому что семейная ситуация, финансовая ситуация в домохозяйствах в результате ковида будет чрезвычайно серьезной. А потому, уверенные эксперты, после окончания пандемии нельзя резко возвращаться к старой программе. Нужно будет оценить знания детей и разработать план индивидуальных занятий для каждого. Чтобы ученик смог восполнить пробелы в знаниях, которые могут появиться после уроков на дому. Ирина Крештоп, Ксения Поленица, Алмаз Нурдос, КТК, Алматы.